Начнем со вторника Сейчас есть целый час, чтобы эти самые вопросы мне задать Принимаю я их традиционно наскальной живописью в WhatsApp по телефону 8903-797-6333 8903-797-6333 Ну и также у нас традиционно идет YouTube-трансляция Официальный канал Радио Серебряный Дождь Подписывайтесь, можете посмотреть на меня И какую-нибудь гадость написать, но лучше вопрос Собственно, здесь также можно задавать вопросы Вот здесь справа в чате Так что я тоже их зачитываю, смотрю, отвечаю В общем, любые вопросы, которые имеют отношение к фитнесу Но сейчас я буду раскрывать основную тему эфира Мы сегодня говорим про нейросети Не в контексте, как технология и как она развивается А могут ли нейросети, например, заменить работу персонального тренера Мы будем говорить про мобильные приложения Ну и как раз у вас по ходу эфира будут формироваться вопросы Вопросы, ну пока я к главной теме эфира еще не подошел А вы еще не подумали, что же у меня спросить Я все-таки, знаете, хочу такой приятной новостью поделиться Когда я говорю о здоровье Да и в принципе среднестатистический человек понимает, что здоровье подразумевает ряд благополучий Это физическое благополучие, это эмоциональное благополучие Это финансовое благополучие, духовное и так далее То есть все, что связано с благополучием, оно так или иначе связано со здоровьем И вот мы в большинстве своими людях, которые много работают, много развиваются На самом деле теряем, вы знаете, мы редко радуемся каким-то мелочам А так хочется этому порадоваться И вот на этой неделе порадовались все И особенно моя дочка Ей 10 числа исполнилось 12 лет И я очень долго думал, принимал решение Что же ей подарить И я подарил то, о чем она так долго мечтала Я подарил ей собаку Подарил очень редкая порода Практически вот так вот в Москве не встречишь Она называется Аляскинский кликай Их еще называют мини-хаски И вот этот момент, когда ребенок столкнулся с щенком Он, конечно, на всю жизнь Вот эти искренние эмоции Эта радость, эта любовь уже к собаке, которая уже ее Это так здорово Эта эмоция вызвала у всех Даже охранник там на территории, где мы были Тоже, можно сказать, всплакнул И вот этих эмоций нам не хватает Вот скажите, кстати говоря Вот сейчас можно к этой истории Пару вопросов мне вам задать Тоже напишите Поэтому, Ксюшка, дочка, я тебя очень сильно люблю С днем рождения тебя Ну и занимайся собакой Это теперь стопроцентная твоя ответственность И только твоя И я надеюсь, что все те годы, что вы будете вместе Это лет 15 Вы будете по-настоящему счастливы Так вот, а что, кстати говоря, приносит радость вам? Вот тоже можете написать Интересный вопрос Что вот действительно у вас вызывает яркие, позитивные эмоции? Тоже напишите в WhatsApp 8903-797-6333 8903-797-6333 Тоже интересно, но опять в контексте здоровья Вот мне теперь радость однозначно приносит Не просто общение с дочерью, но теперь и с собакой Кстати, собаку назвали Рокки Мини Хаски Очень интересная порода Ну, не реклама, естественно, ради Просто посмотрите Очень красивые, очень умные собаки Небольшие И, собственно, их вот выводили Для того, чтобы можно было завести в квартире В отличие от обычной Хаски Вот у нас здесь есть Умка Она, конечно, не Хаски Тоже очень умная Добрая И вообще общается со всеми Кто к нам приходит на экскурсию Итак, теперь мы перейдем непосредственно к теме эфира Это нейросети Действительно, я сейчас вот анализирую информацию Которая поступает из разных И от коллег, и от СМИ Что вот нейросети наступают на пятки И людям, например, переводчикам Дизайнерам Преподавателям И действительно возникает вполне себе логичный вопрос А наступают ли на пятки нейросети Фитнес-отрасли И в частности персональным тренером Думаю, что нет По двум причинам Ну, первая причина На наши пятки фитнес-отрасли Давно наступали И начали наступать Разного рода мобильные приложения Онлайн-школы Видеоуроки Особенно активно Все это развивалось Естественно, в период ковид и пандемии Но в тот же момент Активного роста Получили онлайн-тренировки Которые сейчас тоже очень популярны И я, например, как действующий тренер Который никогда не воспринимал Онлайн-тренировки всерьез В ковид не просто их начал воспринимать всерьез Но и стал активно применять И благодаря онлайн-тренировкам Мои клиенты, которые Раньше, уезжая в отпуск, позволяли себе расслабиться Пару недель Теперь Не расслабятся они у меня Потому что я их заставляю тренироваться Онлайн Так вот Мобильные приложения Не смогли заменить Персонального тренера Как и видеоуроки Почему? Да по той простой причине Что Ни одно мобильное приложение Ни один видеоурок И даже современные технологии С некоторыми датчиками Которые можно на себя надевать Но это очень дорогое оборудование Типа Придумано все это для того, чтобы контролировать технику Так вот Никогда Ни один Такой Ресурс Гаджет Сто процентов Не сможет контролировать Правильно вы выполняете То или иное упражнение Или нет Естественно Ни один Ни одно приложение Ни одна нейросеть Никогда не сможет в моменте Определить Достаточно ли нагрузки Тому или иному человеку Особенно если у него есть Особенно проблемы со здоровьем Или нет И много-много таких факторов Ну и самый, наверное, главный факт Это, конечно, человеческий По той простой причине Что все-таки Лично мне Зомби-ящиком Назовем Собирательным образом Все, что То есть К тому, о чем я говорю Мне общаться не интересно Мне нужно Живое общение Ну и еще есть ряд Методических моментов Ну, например Если мы говорим О силовых тренировках Вот сейчас тоже Вам Как идея Какой вопрос можно задать По телефону 8903-797-6333 8903-797-6333 В тренажерном зале Если мы Говорим О наборе мышечной массы То есть Очень важный Методический прием Без которого Четко выраженной Мышечной гипертрофии Вы никогда не добьетесь Это Это прием Называется Форсированные повторения Что это такое? Это когда вы делаете Заданное количество повторений С так называемым Рабочим весом Допустим 10 повторений Десятое повторение Вам дается максимально Тяжело И вот в этот момент Вы начинаете делать Еще одно повторение Которое вы не сможете Сделать сами И завершить движение Вам помогает Либо грамотный тренер Либо напарник Зачем? Для того Чтобы создать Так называемое Сверхусилие Чем сильнее Это усилие Тем выше Лучше запускаются Механизмы адаптации То есть Организм вынужден Выделять гормоны Синтезировать новые Белковые молекулы Чтобы вы На следующей тренировке Стали еще сильнее Никакое мобильное приложение Вам здесь не поможет И мы тут Хохотали С одним из моих Подопечных Когда вот А он как раз Айтишник И он как раз Один из тех людей Который Развивает Неросети Я вам говорю Давай Неросеть Задай вопрос Что делать Если тебя Придавила штанга Ну Неросеть Недолго думаю Написала Нужно Обратиться За помощью К тренеру Вот Это первый момент Ну и второй момент Почему Неросети И прочие технологии Никогда не заменят Тренеров Вы знаете Я же помимо Работы в СМИ Еще преподаю В колледже Фитнеса и бодибилдинга Вчера у меня Как раз Была группа И у нас Студенты Это вот прям Такой разброс Вот 18 До 50 лет Вот вчера Было 40 человек И абсолютно Разных возрастов Прям Несколько поколений После Семинара Я Естественно Пообщался Мне задают Много вопросов И вот Стоит Мужчина 40 лет Он говорит Я вот решил Стать тренером А так то Ну типа Вы кто А я говорит Логист Второй Внимание Профессиональный Джазовый Музыкант Ударник И из других Профессий Юристы Экономисты О чем это говорит Это говорит о том Что сейчас Фитнес отрасль В принципе здоровый образ жизни Я надеюсь Что я внес Определенную лепту В это развитие Очень хорошо развивается Люди хотят быть Тренерами Именно в этой области И это круто Это хорошее Явление И я надеюсь Что у нас так же Он снова Министром спорта Будет развиваться Детско-юношеский спорт И тренерский состав Для детей Подростков Потому что Этого нашей стране Не хватает Не хватает У нас в каждом Жилом доме Открываются Магазины С известным названием С известными цветами Но в спортивных магазинах Я что-то не наблюдаю Поэтому тенденция Хорошая Нейросети Мы вас Не боимся 8903-797-6333 8903-797-6333 Задавайте ваши вопросы Которые имеют Прямое отношение К фитнесу К тренировкам И здоровому образу жизни Это можно делать Соответственно В WhatsApp И в рамках Трансляции Которая у нас идет На YouTube Кстати здесь тоже Уже вопросы пошли Давайте я постепенно Начну зачитывать А то потом Как всегда Будут торопиться Не успевать И это будет очень плохо Здравствуйте Скажите Можно ли качать пресс Повиснув на турнике И поднимая ноги Марат Москва Пресс Прямая мышца живота Она у нас Такая плоская Широкая мышца Которая сверху Это очень важно Что я сейчас рассказываю Чтобы вы понимали Ответ на этот вопрос Так вот Она сверху у нас Крепится К дугам Ребер Снизу К костям таза Плоская Широкая мышца Чтобы эта мышца Такая плоская Такая широкая Не вываливалась Чтобы у нее была Точка опоры У нее есть сухожилие Которое собственно Формирует Так называемые Кубики Так вот Динамическая Какая функция Прямой мышцы живота Статическая И динамическая Статическая Она отвечает За поддержание Корпуса Собственно В нормальном Вертикальном положении А динамическая Вот если вы сейчас Все положите руки На живот И медленно Медленно Округляя позвоночник Начнете как бы Ребрами давить На этот самый живот То вы поймете Что у вас Очень быстро Эта амплитуда Закончится То есть прямая мышца Живота Сократится У нее очень короткая Амплитуда К чему я это все Рассказываю Вот если мое рассуждение Спроецировать На то упражнение Про которое спросил Марат Я сейчас к нему Отдельно вернусь Например на старые Добрые скручивания Вот когда мы Отрываем только Лопатки У нас работает Прямая мышца Живота Вы это чувствуете В области Подреберия Мышечное жжение Но Как только вы Пытаетесь Поднять Весь корпус Вашему прессу От этого не тепло И не холодно Но многие сейчас Вспомнят это ощущение Начнет болеть Спина Почему Да потому что Пресс Выполнил свою Динамическую функцию И у вас включаются В работу Сгибатели спины Именно поэтому Подъемы корпуса Упражнение Достаточно бестолковое Если мы говорим Именно о качестве Проработки Прямой мышцы Живота Теперь Идем со стороны Таза Со стороны ног Вот если вы Висите на турнике Или на специальных Подлокотниках И поднимаете ноги Ну в данном случае Либо прямые ноги Либо бедра Анатомически Это называется Сейчас вы будете Путаться в терминах Сгибания бедра Так вот Когда мы поднимаем Бедро То есть у нас Происходит движение В тазобедренном суставе До прямого угла В этом самом Тазобедренном суставе То есть по отношению К тазу Это движение Выполняет Не пресс Нет А прямая мышца Бедра Есть такая у нас Еще так называемая Подвздошно-поясничная Мышца И все Кто когда-нибудь Так поднимал ноги Вот именно До параллеля бедра С полом Всегда ощущают Нагрузку Не в прессе А в спине И собственно Примерно в области Тазобедренного сустава Либо в ногах Именно потому что Пресс Когда вы висите И если у вас Кости таза Не двигаются По отношению к ребрам То есть вы не подтягиваете Таз Не подкручиваете В обратную сторону Как в скручиваниях То есть это Обратное скручивание То у вас пресс Работает только статически Динамически он не работает Соответственно Как можно Проработать Вот в данной Интерпретации Пресс Для этого Вы изначально Поднимаете ноги Чтобы у вас бедро Было параллельно На земле И усиленным сокращением Сильным сокращением Прямой мышцы живота Пытаетесь колени Подтянуть В сторону Грудной клетки Ну хотя бы К животу То есть вы заставляете Кости таза Подниматься вверх К ребрам Вот так У нас работает Прямая мышца живота Вот какой Сложный ответ Как вы качаете пресс Напишите пожалуйста 8903 797 6333 8903 797 6333 Ну и расскажите А что вам приносит радость Вот такие прям яркие Позитивные эмоции Я вот рассказывал Про то как сегодня Не сегодня А на днях Подарил собаку Дочке Это правда потрясающе Это надо было видеть Но в соцсетях Собственно можно посмотреть Так поехали дальше Эдуард здравствуйте В прошлом эфире Задавала этот вопрос Но хотелось бы получить Более развернутый ответ Сейчас модно ходить на ЛФК Лечебная физкультура Понимается под этим Чаще всего Работа с суставами Например якобы Если на ногах Пальцы не поднимаются По отдельности То значит Неправильно работают Отдельные группы мышц Так ли это Или это Маркетинг Ана Москва С днем рождения Дочка Спасибо вам большое Ой Вы знаете Вот то что вы сейчас Описали Это не совсем ЛФК Это некие направления Направленные на развитие Мелкомоторики Другой вопрос Зачем Вот реально Зачем Если у человека Есть проблемы Со стопами Ну например После травм Или у него плоскостопие Какие-то другие проблемы То действительно Назначают комплекс Соответствующих упражнений Но на самом деле Они не такие прям Уникальные и сложные По сути всем Знакомы с детства Даже просто скалку Покатать стопой Будет полезно Любые методики ЛФК Необходимы Если есть потребность В ЛФК То есть В лечебной физкультуре Лечебная физкультура Актуальна После получения Травмы Либо при какой-то Четко выраженной Дисфункции Для всего остального Достаточно Функциональных тренировок Тренировок С собственным весом Тела Ну что еще Ну либо уже Что-то более серьезное Опять Зависит от того Какие цели И задачи Вы преследуете Если вам нужны Какие-то хорошие Интенсивные нагрузки Это одна история Если вы реально Испытываете проблемы Со здоровьем Это совершенно Другая история Поэтому да Это маркетинг Это маркетинг И нужно понимать Кто и зачем это делать Кстати на тему маркетинга Я тут конечно Не побоюсь этого слова Поугарал И писал Большую разгромную статью Сейчас А на маркетплейсах И б в целом На том же Ютуб Стали появляться Тренеры Не тренера Тренеры Которые Показывают Некий Комплекс Упражнений Благодаря которому Значит Одни показывают Можно сделать так Чтобы похудели щеки Извините Но это правда смешно А другие Показывают Комплекс Упражнений И вот собственно Есть на маркетплейсах Тренажеры Которые Помогут вам Вы готовы Да Вам точно Этого в жизни Не хватало Накачать скулы Скулы Накачать Вы когда-нибудь Пробовали качать скулы Попробуйте Вот есть теперь Тренажеры И куча упражнений Вот мне интересно А бородатым Мужикам тоже надо Скулы Качать Чтобы через бороду Выступать Какой-то знаете Дольф Лунгренд С фильма Рокки С четко Прорисованными Скулами Я не знаю Что это Зачем это придумывается Давайте я быстренько Разрушу Все эти мифы И стереотипы Значит Что касается Похудения щек Ну во-первых Те упражнения Которые показывают Эти ребята К слову По ним хорошо видно Что это Профессиональные спортсмены Которые в том числе Сидят на запрещенных Препаратах Я вот прям Зубдаю Что там Химии И много И по объемам По рельефу По пропорции Естественно У них четко выраженные Скулы Потому что Они на сушке Но у них это В том числе Анатомическая особенность Вряд ли они там Как-то качали Свои скулы Вот Но дело не в этом То что они показывают Это на самом деле Обычные упражнения Артикуляционные Которые часто показывают Педагоги по технике речи Вот собственно Я сам веду Семинар Речь как инструмент Продажи персональных тренировок И показываю студентам Вот эти простые движения Которые Помогают Лучше разработать Мимику Улучшают звучание Человеку Помогают раскрепоститься В общем Учат лучше звучать Ничего там Сверхъестественного нет Почему это не работает Да потому что Какую бы часть тела Вы не пытались Сделать худее То есть уменьшить процент Жировой массы тела Существует фундаментальное правило Жир Локально Не горит Поэтому если Извините У человека Избыток веса тела Живот большой Там ожирение Второй Третий Первой степени Второй подбородок Третий подбородок Под подбородок Ну Это будет выглядеть странно Если вдруг У него с помощью Такой методики Похудеют щеки А все остальное Останется На месте Нет Так не бывает Вот сейчас Какое-то сообщение По поводу тренировки Скул Даже интересно Скулы раньше качали Канадские хоккеисты Жвачкой Ну да Жвачкой Я кстати Жвачку жую Достаточно часто Ну просто после еды Потому что мне неприятно На людей дышать Продуктами питания Что-то у меня Скулы не гипертрофимы Вот Поэтому Не существует Упражнений Которые помогают Сжигать жир Локально Ну не существует Нет такого В природе Поэтому Если у человека Избыток веса тела И этот избыток веса тела Аккуратно заполз ему На лицо То Когда человек Начнет правильно худеть Правильно тренироваться Следить за питанием Вот лицо Как раз Как правило Первым и начинает худеть И потом уже Остальные части тела Вы знаете Вообще Процесс Ухода Жира с тела Мне очень нравится Такая аллегория Что Есть определенные Генетические предрасположенности У каждого человека У женщин У мужчин Как правило Сначала Толстеть живот Может быть Абдоминальное ожирение Может быть Весцеральный жир Сразу появляется Это кстати Очень неприятная история Потому что Весцеральный жир Это жир между внутренними органами И вот такое ожирение Существенно повышает Риски Развития острых состояний Инфаркты Инсульты Это ожирение печени Это естественно Сахарный диабет То есть Здесь надо Ко мне очень прислушаться Тем у кого Пивной живот Ну или Большой такой живот А при этом Все остальное худое Женщины могут Соответственно Набирать вес По двум типам Это так называемые Яблочко Видный тип ожирения И грушевидный Вот грушевидный Это когда Жир активно скапливается На бедрах Он кстати говоря С точки зрения здоровья Не так опасен Потому что это бедра Это не внутренний орган Это не брюшная полость Но эстетически Конечно Чаще вызывает Сильнейший дискомфорт Так вот Какой бы тип ожирения У человека не был Как бы он не набирал вес Жир Вот по поводу аллегории Вот изначально Жировые отложения Скапливались в животе Когда человек Не образумившись Продолжал набирать вес Жир начинает появляться В каких-то других областях У кого это могут быть Ноги У кого-то руки Лицо В какой-то момент Когда Почему так происходит Потому что Ну не может жир Все время скапливаться В одной области Это знаете Как центральный склад И дальше Этот жир поехал По регионам Так вот Когда человек худеет Жир сначала будет уходить С регионов И только потом С центрального склада И именно поэтому Так сложно убирать Подкожно-жировую клетчатку Именно из Области Живота Ну вот так вот Обидно Но придется Немножко напрячь В общем Не надо покупать Тренажеры для тренировки Скул Не нужно это никому Не нужно делать упражнения Для круглой мышцы Рта Для щек С целью снижения Жировой массы тела В щеках Не работает Пустая трата времени Но Эти упражнения Будут полезны Для тех У кого есть Например Проблемы с дикцией Кто хочет улучшить Качество речи Здесь пожалуйста Тренируйтесь Просто не воспринимайте Этих ребят всерьез Ну вообще Конечно лучше Сходить К педагогу По технике речи Вот сказал я И ошибся 8 903 797 6333 8903 797 6333 Телефон Для ваших сообщений Задавайте Вопросы Которые имеют Прямое отношение К фитнесу К тренировкам Методические вопросы Здравствуйте Я художник И мне приносит Радость Творчество Андрей Измитрова Очень кстати говоря Интересная работа Необычная Ну у меня правда Программа Не про Живопись Но здорово Но это прям у вас Процесс А мне вот радость Приносит Что мне приносит Радость Тренировки Да И хороший Крепкий сон Не ну конечно Такие яркие эмоции Которые Вызвало Я пока Вез щенка Я такой Блин Может ты у меня Останешься Честно говоря Теперь подумал О том Что тоже Взять себе Мини хаски И будет у нас Две собаки Добрый вечер Меня радуют Такие Тепловые Тепловые Истории Про Подарки детям Посмотрю Вашу собаку ВК Да Я Я выложу Обязательно Выкладывал Дочь и вас Родители Поздравляю Спасибо Еще Меня радует Лето Так как Я могу Заниматься На свежем воздухе Любимыми Тренировками По Марсерфингу Елена Москва Ну что ж Здорово Вообще Да Лето Это конечно Период Воркаут Тренировок Единственное Что что-то Дожди Зачастили Добрый вечер С днем рождения Дочери Спасибо Большой вопрос Есть ли Какие-то Упражнения Для снижения Уровня Холестерина В крови С помощью Лекарствам Вот Хороший вопрос Я на него Частично Отвечу После Нашей Рубрики Молодец Ну а пока Напоминаю Всем Кто только Подключился Точнее Рассказываю Что в эфире Интерактивный Проект Посвященный Фитнесу И здоровому Образу Жизни В рамках Этого проекта Я отвечаю На ваши Вопросы Прикладные Вопросы Практические Вопросы Задавайте В WhatsApp По телефону 8903-797-6333 8903-797-6333 И также Вы можете Задавать ваши Вопросы В рамках Прямой Трансляции На YouTube Собаку Я не принес Поэтому не покажу А так Так что Вот Задавайте Сейчас Рубрика Молодец Оставайтесь На радио Серебряный дождь Я К вам Сейчас Вернусь Молодец 20-24 Самое время Ответить себе На вопрос Почему я Сегодня Молодец Да Нас Учит Находить Обязательно Какие-то Критические Моменты Работать Над Ошибками Но Все это Можно Делать После того Как Сначала Мы Подчеркнем Зеленой Ручкой Что Именно Мы Сделали Сегодня Правильно Вот что Начну С Автор А вот И снова Я Ваш фитнес Эксперт Эдуард Каневский И в эфире Интерактивный Проект Который Посвящен Всему Что Связано С фитнесом Здоровым Образом Жизни Ну и Спортом В том числе Детско Юношеским В рамках Этого Проекта Я отвечаю На ваши вопросы Которые Вы мне Можете Задавать Ватсап Телефон 8 903 7 9 7 6 3 3 3 8 903 7 9 7 6 3 3 3 3 И также В рамках Прямой Прямого эфира Который у нас Идет на YouTube Собственно Вот Итак Был вопрос Есть ли какие-то Упражнения Для снижения Уровня холестерина В крови В помощь Лекарствам Но если вы Дошли уже До лекарств Видимо Показатели Зашкаливают Поймите Любые Физические Нагрузки Особенно Грамотно Подобранно Особенно Кардио Нагрузки Они направлены На что На укрепление И улучшение Функционального Состояния Сердечно-сосудистой Системы А также На снижение Жировой Массы Тела Соответственно Если у вас Повышенный Холестерин Из-за избытка Веса Тела Как только Вы начинаете Худеть Естественно У вас Улучшаются Показатели Показатели Крови Показатели ЭКГ У меня Был Клиент Который Пришел С ожирением В возрасте Почти 47 лет Ну не пацан Согласитесь То есть он до этого Не занимался С гипертонией На препаратах Пришел Реально Спасать Свою Жизнь За 2 года Он похудел На 30 килограммов У него Стабилизировалось Артериальное Давление Он слез Соответственно С лекарств И более того Пожал 120 килограммов А еще У него потом В 48 лет Родилось Двое детей Представляете себе Человек просто Радикально изменил Свою жизнь То есть Естественно Тренировки Являются Хорошим Подспорьем Естественно Там холестерин Бывает разной Плотности Это уже Ближе К тем специалистам Которые этим Занимаются Но Тренировки Нужны А вот Так Избытка веса Тела нет 50 лет Ну как Вот вывести 92 килограмма Переросте 1,81 92 килограмма Переросте 1,81 Если вы не нормостенник Если вы не такой Грузный Широкоплечий И просто Ну на аватарке Непонятно Все таки Это многовато Я могу предположить Что 10 килограммов У вас Если вы не покрыты Пластами Мускулатуры Это все таки Какой-то процент Жировой массы Тела Опять Зависит от того Что вы едите Но я думаю Что раз вы Принимаете препараты Наверное Вас скорректировали По питанию Потому что Холестерин тоже бывает Разный Высокой плотности Низкой плотности И в зависимости от того Какой холестерин У вас преобладает В показателях крови Могут возникать Соответствующие состояния Поэтому 92 килограмма Многовато Если я прав И это Избыток веса тела То вам Десяточку-то нужно Сбросить А для этого Что нужно делать Просто Начните Регулярно Выполнять Кардио Тренировки Может быть Бегать я вам Сейчас уже Не буду советовать Но Эллиптический тренажер Плавание Велосипед Пожалуйста 45 минут Я сейчас Чтобы не тратить Время эфира На это Посмотрите Что такое Зона сжигания жира Если у вас Никаких других Ограничений нет Если вы Не на препаратах Которые Сдерживают пульс То Вы буквально За 2-3 месяца При соблюдении Питания Уберете Этот лишний Десяток килограммов Ну напишите мне поподробнее Я собственно буду вам Признатель А меня очень радует Ваш бодрый голос И ироничная манера Речи после Часового Бубнижа Виталий Так все таки Виталий не будем Обижать Со своими нудными Гостями Так это что ж такое Ладно Эфир все простит НАТО Нижний Новгород Спасибо большое А мне нравится кстати Программа Виталия В общем Здорово что вы слушаете Нашу радиостанцию Вот честно Это на самом деле Самое Самое Главное Так у нас сейчас Будет перерыв Вы прекрасно помните Что у нас будет Бывает небольшой перерыв В 30 минут И я вам естественно вернусь Поэтому у вас У нас еще будет полчаса Поэтому Есть возможность Спокойно задать свой вопрос В перерыв Сформулировать его Корректно Лаконично И по делу И сдавать его Соответственно Ватсап По телефону 8903-797-6333 8903-797-6333 Ну естественно Не могу воспользоваться Ситуацией Приглашаю вас Подписывайтесь на мои Социальные сети Это ВК И другие соцсети Где у меня есть галочка Кому актуально Кстати Могу прислать Шпаргалку По правильному питанию Только обязательно Напишите мне Личное сообщение Ну и в принципе В моих социальных сетях Вы найдете огромное количество Профессиональных видеоматериалов Которые я снимаю Для разных проектов С упражнениями В том числе С собственным весом тела И другие мои работы В общем Такие соцсети Полезные Вот с точки зрения Ликбеза по фитнесу Поэтому Эдуард Каневский Находите Подписывайтесь Буду рад помочь Подсказать Сориентировать 8903-797-6333 8903-797-6333 Задавайте ваши вопросы Я как вам скоро вернусь Оставайтесь на радио Серебряный дождь Начнем Со вторника А вот и снова я Всем здравствуйте В эфире интерактивный проект Который посвящен всему Что так или иначе Связано с фитнесом Здоровым образом в жизни В том числе И спортом В том числе Детско-юношеским В рамках этого проекта Я ваш фитнес-эксперт Телерадиоведущий А также автор книги Хватит жрать и лениться Отвечаю на вопросы Которые имеют прямое отношение К вышеперечисленным темам Общаемся мы с вами Традиционно По ватсапу Телефон 8903-797-6333 8903-797-6333 И конечно же В рамках прямой трансляции Которая у нас идет На ютюб Тут сразу Хороший вопрос А Дмитрий Какие есть противопоказания Для тренировок В зале При диагнозе ГРБ Ну в общем это Когда идет Выброс Желчи Ну в общем Проблема с пищеварительной системой Сейчас чтобы Не заморачиваться Там есть ряд ограничений Ну во-первых Там Это нужно консультироваться С вашим Лечащим врачом На камеру Рассказываю Какие есть Рекомендации По питанию Потому что Там на полный Желудок Точно заниматься нельзя Но при этом Нужно загружаться Углеводными Не рекомендуется Нагрузки Где может сильно повышаться Внутри брюшное давление Приседания со штангой Становые тяги И я бы очень осторожно Отнесся к силовому ремню Который пережимает брюшную полость И может спровоцировать Соответственно Соответствующую реакцию Которая вам не нужна То есть На это обратите внимание А вот работа С собственным весом тела Функциональные тренировки Любые Ну а собственно Собственно вес тела Тоже функциональные тренировки Ну вот кстати Единоборство Я бы особо не рекомендовал Ну по крайней мере Стоять в спаррингах Очень мне нравится Сообщение Степана Добрый вечер Спасибо что посоветовали Пить настойки Вместо пива Степан Тверь Ой хуй Вы меня сейчас Скомпрометировали В глазах тех слушателей Которые впервые Слушают Мою программу Я поясню На всякий случай Для тех кто сейчас У кого разрыв шаблонов Произошел Я скорее всего Говорил в том контексте Что пиво Пиво Как напиток Особенно для мужчин Пожалуй Худший из Алкогольных Напитков По той простой причине Что В пиве содержится Так называемый Фитоэстрогены То есть аналог Женских половых гормонов Поэтому пиво Очень сильно провоцирует Не просто ожирение У мужчин Ну там еще и калорий Очень много Еще объемы очень большие Еще всякую Гадость под него Жрут Соленую С большим количеством Углеводов То есть Очень хорошо провоцирует Пиво ожирение Но вот еще Меняет гормональный фон Существенно снижая Либидо Делают этот Некрасивый живот Грудь меняется Соски растут Ну в общем Я сказал Я сказал что Ну если уж вам так хочется Выпить Лучше выпить На стойке Чем пиво Правда От на стойку Можно спиться Поэтому Давайте уже Отказываться От алкоголя Ну по крайней мере В регулярных И больших количествах Кто реально Посоветовал тут Эксперт От бога Так Добрый вечер Вы Господин Каневский Редиский Нехороший человек Так Я сейчас ехал В одну известную Сетку Скушать сэндвич Со всякими вкусняшками Тут ваша передача Пришлось обойтись Зерненым Зерненым творогом В сливках Константин Нижний Новгород Ну а что я могу сказать Правильно Вовремя Включили Эфир Все правильно Ну раз вы сами Вот не можете Сомотивироваться Кстати Зерненый творог Я во первых Очень люблю Во вторых Зерненый творог Один из видов творога Где содержится Максимальное количество Белка Некоторые производители Пишут Что в таком твороге Аж 30 граммов Белка На 100 граммов Продукта Что очень круто И если кто-то Во первых Худеет А во вторых Набирает мышечную массу То такой творог Вот собственно Является Прекрасным Источником протеинов Вообще великолепным Пожалуйста Приятного аппетита А бургер Бургер привезите Мне жалко Что вы в Нижнем Новгороде Добрый вечер Ваша программа Просто сердечки Сердечки Супер Спасибо Еще сердечки Вам спасибо Вам за это Я качаю пресс Лежу на спине На лавке Поднимаю ноги Вместе с поясницей Как березка 3 по 20 Норм Ну если как березка То наверное нет Потому что березка Она немножко На другое направлена А вот представьте себе Вот вы лежите на спине Ладони заведите Под ягодиц Знаете как бы Кольцом Чтобы приподнять Это важно Чтобы не было Дополнительной нагрузки На поясницу Примите положение Вот как будто Вы сидите на стуле То есть поднимаете ноги И немножко их выпрямляете Вот если вы будете Тянуть ноги Не вверх А как бы пытаться Подкрутить таз И опустить ноги На грудную клетку Вот это будут Так называемые Обратные скручивания Очень хороший вариант Который прекрасно Прорабатывает прямую мышцу живота Единственное Что все таки Такое движение Комфортнее делать На скамье Где можно зафиксироваться руками Но попробуйте Такую вариацию Еще очень хороший вариант Который дает Так называемую Диагональную нагрузку Диагональная нагрузка Подразумевает Что у вас в работу Вовлекаются еще косые мышцы живота Без рисков Травмировать позвоночник Исходное положение Сидите на коврике Руки немножко под ягодицы Ноги также в положении Как будто вы сидите на стуле Одну ногу фиксируйте Вторую толкаете вперед И опускайте прямую До горизонтали Практически касаясь пола Подвели ногу назад Вторая нога Так не спеша чередуйте Вдох-выдох Вдох-выдох По 15-20 раз На каждую ногу Вот хорошее движение Да здесь работает прямая мышца бедра О чем я говорил в начале эфира Но и очень хорошо работает Работает прямая И косые мышцы живота Косые мышцы работают в статическом режиме Что соответственно защищает Ваш позвоночник от возможных травм В отличие от боковых скручиваний И поворотов корпуса с нагрузкой Я не рекомендую никому Делать такие упражнения Во-первых Травмировать могут Поясничный отдел позвоночника Во-вторых Девушки Услышьте меня пожалуйста Не надо качать косые мышцы живота Если эти мышцы Как и любая другая мышечная группа Гипертрофируются То ваша талия Исчезнет То у кого-то там жир А у кого-то там будет Большая накачанная Красивая А может быть не очень Мышечная группа Добрый вечер Мне 58 лет Мне 58 лет Рост метр восемьдесят Восемьдесят пять Восемьдесят шесть Вес Мечтаю снизить до восьмидесяти Что можете посоветовать Для большей эффективности Велотренажер Или дорожку Хотя Хочу Оговориться Бегать не люблю С уважением Виктор Ну Если вот Просто обсуждать Какие виды Кардиотренировок Самые эффективные То объективно Старый добрый бег По пересеченной местности Или стадиону Но нужно понимать Что бег Все-таки достаточно Травматичное направление И если есть какие-то Непонятные звоночки С уставов В позвоночнике Бегать конечно не стоит Если звоночков нет То купите хорошую Беговую обувь С соответствующими Свойствами Амортизирующими И все-таки Лучше бегайте Вот выбор тренажера Смотрите От чего зависит Да Бег Эффективнее Более естественное движение Бег например На беговой дорожке По сравнению С обычным бегом Уже менее эффективный Почему Потому что у вас Работает мотор Который вместо вас Протягивает ногу назад В данном случае Обычно рекомендуют Чтобы компенсировать Эту разницу Либо бегать Либо ходить в горку Тогда и нагрузка На суставы меньше А эффективность выше Велотренажер Наименее эффективен Потому что у вас Само тело Достаточно статично Но Как еще определяется Эффективность Эффективность Определяется Когда вы тренируетесь В зоне Сжигания жира Если вы Во время Велотренировки Находитесь В зоне Сжигания жира Эта тренировка Уже априори Полезна То есть вы Решаете Соответствующие Цели и задачи И для многих Людей Например Нетренированных Вот они Спрашивают С какой скоростью Надо ходить С какой скоростью Нужно бегать Если человек Настолько Растренирован Настолько Плохо подготовлен Что например При элементарной ходьбе Он уже находится В зоне Сжигания жира Значит для него Этой нагрузки Достаточно Как только Его система Сердечно-сосудистая Система Адаптируется И он поймет Что при обычных Адаптируется Смотрит на пульс Он далеко уже Не в зоне Сжигания жира Вот тогда Он может Например Поднять Горку Увеличить Угол наклона Либо соответственно Увеличить Скорость Передвижения То есть Все определяется Строго По пульсу Запомните Зона сжигания жира Посмотрите Примейте на себе Тогда ваши тренировки Реально будут Эффективными Но самое главное Безопасными Добрый вечер Любимая радио Здравствуйте Рост метр 95 Вес 95 Возраст 44 Как вес норм Макс Москва И да У меня болезнь Крона ЖКТ Да Слушайте Есть же да Вот эти какие-то критерии Как по которым Мы определяем В форме мы Или нет Да В бодибилдинге Ну в фитнесе Ладно Скажем так Есть вот такая формула Она мне нравится Я с ней согласен Что Если человек Регулярно тренируется У него Неизбыточные Умеренные Физические нагрузки То Девушка Должна весить Рост Минус 110 Мужчина Минус 100 Но Когда мы говорим Об интенсивных Занятиях В тренажерном зале Совершенно очевидно Что мышечная масса Которая Все-таки Достаточно Тяжелая То вес Может быть И минус 90 Потому что Ну просто Много мышц Обычно человек Не отказывается От мышц Обычно Ну это странно Если у него Набирает мышечную массу Поэтому если брать Вот по показателям Ваш рост То да Вес у вас хороший А дальше Надо смотреть В какой вы форме Не знаю Сколько вы можете Подтянуться Сколько вы можете Отжаться Ну даже Вот вы можете Проверить в форме Вы или нет Применив на себе Методики ГТО Очень Кстати говоря Неплохой Способ контроля Вот Ваши формы Так что Напишите Вот опять Мне 40 У меня рост Метр 85 Вес сейчас 80 Конечно Сейчас 77 78 Когда я был Штангистом Вес у меня был Соревновательный 81 Я мастер спорта По становой тяги Сейчас я занимаюсь Тайским боксом У меня вес 77 Но я 17 раз Подтягиваюсь Брусья Пожалуйста 30 От пола 50-60 Легко Но пробег Даже не говорю И при этом Свой вес Сожму на 12 раз То есть нормальная Хорошая Адекватная Физическая форма Жировых отложений Практически нет То есть И для меня это важно Что я так выгляжу И так себя чувствую Так Приветики Ну здрасте Здрасте Мила Почти 50 годиков Ну Настроение у вас хорошее Бодрое Регулярно Правильно бегаю Рост 1,74 Вес 62 И центральный И центральный Склад жира Ляшки А я понял Все Остальной норм Что делать Как убрать Куда бежать Ну если у вас Есть предрасположенность К набору Жировых отложений Именно в бедрах Ну здесь нужно Комплексное воздействие В том числе Определенные Физиотерапевтические Процедуры Потому что Это застой лимфы Это снижение Питания тканей Поэтому конечно же Нужно ходить На соответствующие Процедуры А Б Мази не помогают Я тут Ладно не буду говорить У кого снимал сейчас На ютуб Вот в крупном проекте Вот как раз мы говорили Про избыток веса тела На бедрах И про целлюлит Плюс надо обязательно Проверить гормоны 50 годиков Все таки определенные Изменения есть И как правило Если у вас Грушевидный тип телосложения Проблема в том Что ваш организм Готовится К климаксу Жировые отложения Для женщины Это депоэстрогена Поэтому проверьте гормоны Еще конечно же Я вам рекомендую Начать Помимо бега Подключить Тренировки В тренажерном зале Причем На развитии Все мускулатуры Поверьте Вы будете благодарны Этому совету Во-первых Вы визуально Поменяетесь Я уверен Что вы достойно Выглядите Но за счет увеличения Определенных мышечных объемов Вы будете еще более структурированы Но самое главное Вы начнете Гонять кровь По бедрам и ягодицам Это будет являться Хорошим Подспорьем Для решения Вашей проблемы Я чуть локоть не повредил Пока здесь Активно жестикулировал Так 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 Сердечки Сердечки Сегодня так много сердечек Какой у меня Мимишный эфир А еще Как часто качать пресс Три раза в неделю Или каждый день Или с чем-то Группировать Послушайте Опять Если Применить на практике Тезис Что жир локальный Не горит То Не сложно сделать вывод Что пресс каждый день Качать не нужно Почему Качают каждый день Ну или кто-то бедр Потому что мечтают Что жир локальный Сгорит Нет Такого эффекта не будет Снижение жировой массы тела Это глобальный процесс Который требует Соответствующего подхода Уяснили Уяснили Соответственно Пресс Это тоже Мышца Мышца Которую можно Перетренировать Мышца Которая Должна восстанавливаться Другими словами Пресс Можно Для успокоения совести И для улучшения питания тканей В принципе Тренировать Два Три Раза в неделю Этого будет Более Чем достаточно Потому что Мышца Тоже Должна Прямая мышца Живота Косые мышцы Живота Тоже должны Отдыхать Три подхода По 30 раз сделали В конце тренировки И это Ну вот После кардио Хорошо делать Пресс А в силовые Да не силовых Тренировок Ну например Не надо А как же Индекс массы тела В научных исследованиях Наибольшая продолжительность жизни С индексом массы тела 21-23 Да Есть один из методов Я вам говорил Про фитнес В фитнесе Часто применяют Банальный показатель Связанный с вычетом Роста И веса Индекс массы тела Является неплохим Тоже Критерием Оценки Массы Есть ли у вас Избыточный вес Нет ли у вас Избыточного веса Тоже посмотрите Формулу Примите на себе Но опять Старое доброе зеркало Знаете ли Скажет Куда красноречивее Ну или можно взять Опять Все таки тоже Это важные критерии Сантиметровую ленту И измерить Талию На уровне пупка Мужчины Если у вас Больше 94 сантиметров У вас ожирение Первой степени У женщины Если больше 84 сантиметров Но опять Есть индивидуальные Антропометрические данные Вы должны это понимать У кого-то широкая кость Ну действительно широкая У кого-то узкая Я вон Тростинка Меня мама всю жизнь называла Стройный кипарис Вот этим кипарисом Рос И этим кипарисом И остался У меня сантиметровая лента Никаких негативных показателей Не выдает Но МТ И МТ Индекс массы тела Да хорошая штука Применяйте на практике Пожалуйста Ни разу не подтянусь Но на велосипеде 30 километров Катаю Хожу 3 раза в зал Только начал Отжимаюсь 20 раз Спасибо вам за развернутый ответ Да не за что Подтянуться Блин надо Подтягиваться надо Вот прям Вы знаете Вот вы сейчас пожалуйста На меня не обижайтесь Наверное Многие из вас слышали Про такого Достаточно Активного Тоже популяризатора Здорового образа жизни Дениса Семенихина Он выглядит великолепно Ему лет 50 Как-то давным-давно Я у него брал интервью И вот он сказал Очень такую фразу Она мне очень просто понравилась Я именно цитирую его Он говорит Я считаю Что для мужчины Просто неприлично Неприлично Если он подтягивается Меньше 6 раз Ну вот так Я не знаю Мотивирует вас или нет Подтягиваться Нужно уметь В принципе уметь Работать С собственным весом тела Об этом поговорим Сразу после очередного Небольшого перерыва Пока у вас есть возможность Задать ваши вопросы По телефону 8903-797-6333 8903-797-6333 Ну и не забудьте Подписаться на мои Социальные сети Эдуард Каневский Это ВК и другие соцсети Я к вам Скоро вернусь Начнем Со вторника Друзья У нас завершающая Завершающая часть В моей программе Интерактивной программе Я сразу перейду к вопросам Потому что вопросов много И вот Мне очень нравится сообщение Которое написала Полина В YouTube В рамках трансляции И прям Это крик души И я сейчас прям Поддержу И помогу тем Кто еще на эти истории ведется Так массово распространены Марафоны По приведению живота В форму после родов А их ведущие Откровенно врут О том Что упражнение Избавят от диастаза Диастаз Порванная линия алиба Ее только зашивать Совершенно верно Не существует Упражнений Которые способны Сжечь жир Локально Об этом мы уже говорили Весь эфир И не существует Упражнений Которые четко выражено Травму А это травма Могут Собственно Залечить Нету Упражнений Которые могут Убрать Диастаз Заявляю это Не просто Со всей ответственностью А буду спину У рта Это доказывать Как человек У которого был Диастаз Потому что диастаз Бывает и у мужчин У меня спортивная травма Я штангист В прошлом Причем очень большой 4 на 12 сантиметра Его только Ушивают Лапароскопически Под общим наркозом Там 2-4 часа Идет операция В зависимости от сложности Не слушайте Еще раз Вот я рад Что сейчас идет Некая борьба С инфо-цыганами Это реально здорово Потому что Это безобразие То щеки давайте накачаем То скулы гипертрофируем То живот давайте Зашьем Точнее закачаем Чтобы его не зашивать Если у вас Особенно Прекрасная половина Человечества После беременности Образовался диастаз Просто рано или поздно Решитесь на операцию Потому что Ушивать его надо Так Здесь очень большое сообщение Вот Владислава Все Весь текст не буду читать Так давайте быстренько Значит Эдуард Посоветуйте место Где профессионали Подберут кроссовки Для спортивной ходьбы Например Хочу этим заняться Для бега Я тяжеловат Значит Лаконично отвечу Существуют Так называемые Лаборатории Бега Лаборатории Бега Отличаются От обычных магазинов Спортивных Тем что там находится Ортопед Который делает Соответствующие исследования И подбирает вам Кроссовки Исходя из ваших Целей и задач Например Ходьба С учетом Особенности Строения стопы Лаборатории Бега Посмотрите Их достаточно много Вот Собственно Обращайтесь Туда Эдуард Спасибо Ты конечно же Не зашитай Эдуард Добрый вечер А существует ли Тип фигуры При котором Целлюлит всегда присутствует Даже при хронической При хорошей физической Подготовке Это просто с этим нужно Усиление работать Резинки Велосипед Смогут спасти Элемира Казань Но Есть определенные Генетические Предрасположенности К развитию Соответствующей Проблемы В данном случае Мы говорим Про целлюлит Кстати Это название Совершенно неправильное Забыл Как правильно называется Но целлюлит Это вообще воспаление Все что в медицине Заканчивается на Ит Означает воспаление Это не воспалительный процесс Хотя он схож Там еще некие Дегенеративные изменения Идут Здесь надо смотреть на все Потому что Целлюлит В том числе Образуется У людей Которые ведут Малоподбижный образ жизни То есть вы вроде бы Все делаете правильно Но у вас сидячая работа То есть есть уже О чем подумать Это связано И с питанием Это связано И с гормональным фоном Здесь нужно делать Определенные процедуры Физиотерапию Ну вот так К сожалению так Но более конечно Подробно Нужно рассказывать Чтобы я вас видел Нужно понимать Что все таки Это конечно касается Моей профессии напрямую Но все таки Не совсем напрямую Здесь я вам в первую очередь Рекомендую посоветоваться С эндокринологом Возможно есть такая проблема Так здравствуйте Астрахань Меня зовут Елена 43 года Спортом никогда активно Не занималась Иногда бегала Рост 64 сантиметра Я так понимаю Что 164 сантиметра Вес 62 килограмма Я просто представил себе Такой кубик Не обижайтесь Понимаю Что набрала Обычно 59-58 весело Вижу приход В области живота И ляшек Думаю Что из-за питания Ну и пива Блин Это самый Утоляющий жажду Напиток в Астрахани Плюс 40 В тени Что делать Найти другую Утоляющую жажду Напиток И это точно не пиво Ну перестаньте Ну вы серьезно Вы пивом утоляете жажду Я не живу Там где плюс 40 Ну возможно Это народный метод Но вы сейчас Сами ответили На свой вопрос Пиво нужно исключить Вообще Полностью Из вашего рациона Добавить Умеренные Регулярные Физические нагрузки Подкорректировать Питание Ну и тогда Собственно Вы добьетесь Устраните Все свои проблемы Потому что 43 года Это уже такой возраст Когда можно Очень сильно Напортачить По отношению К своему здоровью И к своему телу Поэтому беритесь Сейчас за себя Потому что Потом будет Все сложнее Выходить Из этого Состояния К сожалению Программа Подошла к концу Но она сохраняется Все мои эфиры Сохраняются у нас В официальной группе На YouTube Ну и Ровно через неделю Я буду здесь Так что Готовьте ваши вопросы Всем пока-пока Оставайтесь на радио Серебряный дождь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok